Добрый день, друзья! Вот по горячим следам сделал небольшой материальчик. Но для начала я хочу вам всем напомнить, как нынешние лидеры государства красиво пели на Майдане. Мы должны построить страну, где можно будет создать новые рабочие места, где прийдут иноземные инвестиции, и где каждый инвестор, как и каждый гражданин, будет чувствовать себя комфортно. Мы сделаем это надзвичайно быстро. Мы оглашали, что мы волюем на украинских коррупционеров. Это план изменений для страны. Народ Украины должен сказать свое слово про новую украинскую конституцию, которая должна быть конституцией 45 миллионов граждан, где парламент должен представлять волю украинского народа, где президент не должен быть царем, а украинский народ должен получать право. Отправлять такого президента в отставку, чтобы он ответил себе на вопросы, каждый украинец. Что изменится в моем жизни? Первое. Судовая система в Украине. Незалежность судов. Формование Верховного Суду как единого наивысшего органа. Снищение коррупции в судовском корпусе и замена всех корруппованных судей. И вот просло 4 года и наступило обещанное лидерами Майдана светлое будущее. Итак, сегодня 70 работников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, в 7 часов утра ворвались в Одесский санаторий Лермонтовский. Они отключили свет и захватили здание. Эти так называемые бандюки не пускали работников санатория на работу. Как оказалось, Министерство юстиции Украины, которое возглавляет друг и соратник Арсения Санюка Павел Петренко, давно положило глаз на санаторий Лермонтовский. Этот санаторий очень удачно расположен на берегу моря и занимает площадь около 10 гектаров. Как вы сами понимаете, это очень лакомый кусочек. Как заявил директор санатория, у них сейчас лежат люди после инсультов и инфарктов. И таких людей в санатории находится около 150 человек, а сотрудники не могут попасть к себе на работу. То есть что получается, люди приехали на лечение и отдых со всей Украины, а команде и ценюка пофиг. Надо срочным образом забрать этот лакомый кусочек земли. А на этом фото женщина с чемоданом приехала в санаторий из другого города. Женщина в положении просто купила путевку в этот санаторий. А теперь, увидев, что здесь происходит, стоит бедная и не знает, что ей дальше делать. Я не буду вам показывать на видео, что эти бандюки вытворяли, потому что YouTube в последнее время такие видео не одобряет. Поэтому давайте просто послушаем директора санатория Лермонтовский. Еще не получаться, они разломали решетки, вы это все уже, возможно, видели, и таким образом пытались захватить санаторий. Эти тетушки были наняты, как это не ужасно звучит, Министерством юстиции, которые уже на протяжении четырех лет никак не могут успокоиться. Они настолько хотят лечить людей, что они уже готовы нанимать каких-то бандитов с прутьями и пистолетами для того, чтобы уже наконец лечить людей. Я не могу понять, у них что, тюрьм своих нет, где им отдыхать? По-моему, уже пора менять им прописку. А чем закончится? Конфликт исчерпан или нет? Вы знаете, мы считали, что конфликт исчерпан после того, как санаторий Лермонтовский, коллектив и одесситы выиграл все суды. Но Министерству юстиции уже не нужно даже решение судов для того, чтобы захватить 10 гектаров возле моря. Поэтому я думаю, что конфликт будет исчерпан только тогда, когда сменится власть. Скажите, пожалуйста, как сказалась сегодняшняя ситуация на работе учреждения? Это катастрофа. Это просто катастрофа. Вы понимаете, это не просто база отдыха, где люди приезжают провести время или еще что-либо сделать. Это клинический санаторий, где люди восстанавливаются после инфарктов и инсультов. У нас несколько человек попало в реанимацию. Вы видели, что скорые приезжают. У нас беременные здесь находятся на сохранении. Я не могу понять, что в голове этих людей, которые вообще позволили даже подумать о таком. Не то, чтобы сделать. Ну, нет слов просто. Материальная база как-то пострадала. Ну, это все будет оцениваться. Честно говоря, с утра занимались немножко другим. Разгромлено очень много дверей, выломаны замки, разбиты окна. Ну, велись себя просто как захватчики и вандалы. Ну, что можно сказать в заключении? Это один из наглядных примеров, как команда Яценюка грабит Украину. Но сегодня, друзья, 23 февраля. А 23 февраля – это та дата, которую не стереть из нашей памяти. А поэтому, минуя все исторические и политические попытки уничтожить этот праздник, я хочу от всей души поздравить всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Берегите мир, берегите свои семьи, берегите родных и близких, берегите себя. И пусть вам Бог помогает. Продолжение следует...